Приветствую вас! Я полагаю, что совершенно очевидна связь между тем, что у вас мужчины такие, вот какими вы описываете их, с тем, как вы себя ведёте. И дело, конечно, здесь не в фотографиях, а в том, как вы себя позиционируете, как вы к себе относитесь, и как вы выстраиваете диалог и общение с мужчинами. Раз. И где вы с ними знакомитесь, по поводу чего вы с ними начинаете общение. Два. Именно эти моменты являются ключевыми особенностями и ключевыми аспектами, которые определяют то, какие партнёры вас окружают. Надо сказать, что здесь есть тонкая, делегатная особенность. Если вы в целом считаете неприемлемым для себя интим, например, интим без, допустим, духовных отношений, то не исключено, что именно этого вы и хотите. И мужчины в таком случае просто олицетворяют то, что вам нужно. С другой стороны, возможно, такая история, что вы, в принципе, сопрещаете себе, либо боитесь эмоциональной и духовной близости с мужчинами, и поэтому подсознательно и ведёте себя так, и выбираете себе таких мужчин, и выбираете такую среду для знакомства, где могут быть только несерьёзные отношения. Поэтому, как вы понимаете, здесь нужно исследовать вашу историю жизни тем, чтобы выявлять и корректировать определённые ваши установки, определённые ваши поведенческие модели и элементы восприятия себя. Следующим пунктом моего ответа будет то, как вы видите нашу помощь вам. Конкретно, как вы видите, нашу помощь вам. То есть, о чём я веду речь, да? Ваша проблема, ваш вопрос касается определённого поведения и определённого взаимодействия с мужчинами. И мы, как психологи, да, не можем вот прямо сейчас дать вам какой-то универсальный ответ на ваш вопрос. Нам нужна обратная связь, нам нужен материал для анализа, нам нужно узнать вас, нам нужно понять вас, чтобы скорректировать. Поэтому очень важно, чтобы вы сами для себя ответили на вопрос, как вы видите работу с психологом. Вот вы задали свой вопрос, да, вот достаточно краткий, с учётом того, какая проблематика в нём забрагивается в вопросе ваших. Как вы видите помощь? Какой она должна быть, эта помощь психологам и психологам? То есть, вы рассчитываете, что мы, не знаю, дадим вам какой-то вот уникальный ответ, универсальный ответ, который будет справедлив только для вас? Это так не работает. Что вы хотите? Как бы, как вы видите помощь? Это то, на что вам необходимо обратить, обратить своё внимание. По крайней мере, я вас очень об этом прошу. Вот. В принципе, вы можете раскрыть свой вопрос, добавив дополнение, ну, лучше, наверное, будет, если вы создадите новый вопрос, где раскроете более подробно свою историю уже вместе с примерами, уже вместе с материалом для анализа, да, вот. Но наиболее эффективным вариантом будет, если вы выберете себе психолога и начнёте взаимодействовать именно непосредственно в индивидуальной беседе. Вот. В частности, можно, можно в частности, затронуть такой момент, как, например, то, что, выбрав себе психолога женщину, вы сможете поработать с одними аспектами, выбрав себе психолога мужчину, вы сможете поработать с другими аспектами, например, выбрав психолога мужчину, вы можете поработать со своей именно женственной частью, а выбрав психолога женщину, вы сможете поработать со своей мужской составляющей. То есть, здесь вот такие очень важные моменты, на которые тоже нужно обратить ваше внимание, да. То есть, если, к примеру, вы считаете, что с женщиной у вас всё в порядке, ну, с женской моделью поведения, вот, с пониманием того, какая вы женщина, какая вы женщина, всё в порядке, то, в таком случае, речь идёт именно о проблемах с мужской составляющей, работать в этом случае вам, наверное, лучше будет с женщиной. Если же вы хотите проработать именно своё женское поведение, то работать в этом случае вам, наверное, лучше с мужчиной. Ну и понятно, что не имеет значения, с кем вы будете работать, если речь, например, идёт о негендерных проблемах, таких как страхи, проблема самооценки, проблема общения, восприятия себя, детско-родительские отношения, ну и прочее, прочее, прочее. То есть здесь, как бы, абсолютно без разницы, какого пола будет ваш консультант. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Обратите внимание на то, что наши партнёры, то есть те люди, которых мы выбираем, являются олицетворением наших собственных, правда, бессознательных желаний. Поэтому, вероятно, на мужчин, которые вас окручают, стоит смотреть именно с этой точки зрения. Не с точки зрения, что они извращенцы и так далее, а с точки зрения того, что, может быть, это именно то, чего я хотел бы. Вот. Хотя, не исключено, что это и не так. Здесь нужно очень деликатно подходить к вопросу. Иначе можно навредить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет так или иначе разрешена. Всего вам самого доброго. Всего вамиumes Herren. Субтитры делал DimaTorzok